Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет, а смотрите продолжение партии захептов в сетевом олдворлде. Подробности и начало всего этого прохождения в первой серии, ссылка на него, точнее на весь плейлист в описании и в прикрепленном комментарии, так что если вы случайно попали на это видео, переходите к первой серии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Также напомню, что спонсоры канала все серии видят сразу. Большое спасибо вам за поддержку, и всем вам приятного продолжения просмотра. Мей фейк, ну ты прачником идешь, а что у тебя еще? Ну это не тот уровень. Если ты типа в юнитов вложишься, вот у тебя же муштра есть, если там не приказы покупать, а юнитов получать, то можно отсиживаться. Вон у меня слон и коляска, максимальные прокачки, акушерство. Коррупцию, не акушерство, давайте. Да. Ну там варвары, вот открыли. Сейчас 17 ОЗ просто, почти шот. Архивы можем строить. Ну давайте монашество, чтобы в монастыре. Так, сюда я хотел земледельцев. Да. Сюда я хотел всадников. Блин, у тебя 4 жемчуга в дурове гитуме, и ты ничего не обработал, да? Слушай, ну у меня не успевал рабочий, то есть я это и тянул. Ну я как бы жемчуг был остался, а так мне там надо было деревню построить, водил, и камнижон. Я еще тупанул, тогда таймер был плохой, я не успевал. Я еще и рабочего там не первым поставил. Я не успевал, я не успевал, я не успевал. А, кстати, сейчас все, амбиция была, я сейчас вспомнил момент, многие будут, когда смеют эту амбицию, там уже сколько-то юридов с лидером-генералом. Это чё это? Вот я генерал должен, противника. Вот, это должен быть твой генерал, именно который царю тебя. Понятно. Трудности перевода, короче. Да, ну именно лидер генерал. Как там написано, вот это ему целью. Типа, к генералам убить генерала? Нет, не генералам, ставим генералам. А, ну это просто генералам. Ну просто никто не все в курсе. Заказу на комментариях под видео сам, ну а вот, так сказать, рассказываю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну чё, может на персо пойти? Теперь реально. Не хочется Рим пилить, далековато будет. Вот этот город можно было бы взять, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А DimaTorzok А DimaTorzok наверное написано, что несбалансированная для сетевых игр. Правильно? Нет, вроде Внутреннее море написано, а на Торе вроде не написано Я не могу сказать Блин, надо было сюда Глянуть на наместников Вот, царица поправилась пока А, нет, типа у них есть работа уже То есть доступны, но у них есть работа Еще мудрость Так, от усилий прощен Давайте простим Контролирует 4 агентурные сети Но это нужен шпион Вообще давайте, пускай Но нам надо еще будет шпионов открыть Для этого Так, надо бы, наверное, дорогу Хотя вот тут лагерь не построен На болотах ничего невозможно делать Ладно, гарнизон давайте вот сюда Это ведь рабочий вот уходил Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давай реально межиться Мы куримся тут до конца Видимо Ты меня если сейчас... Ну Если ты меня сейчас не съешь Ты меня потом съешь Ну Ты же посмотри Какие ресурсы В жопе С Пятью городами Там один буквально кушает Там из них два, они такие, серии Ровно на милочке соседей Так у нас будет поровну городов Замеримся Ну, потому что мы можем из серии упороться Только Грек в соседних Можно сетку Я думаю, ему лучше свои развивать Что ему тратить Эти самые указанные меня Ты можешь мне отдать этот город И миримся Да Не будь жадным, дай гордость Это ж не Грек Так, вот Грек на себя Так, 8 городов У Греции Десять А, я думал, ты с ними говоришь Грек, не будь жадным Ты про какой город? Ну, ты вот поставил город на Гальская деревня А, и подвинул юнитов к морю Там тоже Гальская деревня, которая умирает Ну, я еще даже не вижу, что там под ней Под этот деревень Так, разница у тебя 20 городов Чем-то еще один Хотел проверить Ну, что, будем пускать зерооастризм У нас минус 65 Ладно, давайте зацеплену Так, это наследница Ой, у нас Не очень отношения А что мы сделали? Разочарованный Строит козни Давайте тактика возьмем Там фанатик Она интриганка Они там споются вообще Они там Ну, расставляю по казарам, чтобы прокачивались, пока войны нету. Не знаю, что-то не хочется на перса нападать почему-то. Там тяжеловато будет, как и ему на меня нападать. 18 приказов. Давайте отправим дары не на сам, а вот с этой как-то окажем влияние, ну типа отношения улучшим. Наверное, деревья порубим пока дофига приказов. Они все равно вырастут потом, если кого-то беспокоит, что защиты нету. Че там, как война у вас? Если бы я знал, что ты миришься, я бы не пошел. Ну так, твои проблемы. Классическая подстава. В смысле? Я не договаривался с Вавилоном ни о чем. Я сам нападал на Рим. Это Савинская мясорубка просто стоит тут. Ну, мужчина, понятно, на этом китачке. Я не собирался Рим пилить прямо. Ну все, что за горами ты сказал, что? Твое. Ну. В Визонте я уже не забрал. Я думал, в Визонте хоть хобби час. Так, ты когда на него напал, у него уже тут армии не было. Если ты к тому, что я замерился и он на тебя перекинулся. Тут уже не было у него армии. Я перекинулся. У меня армия идут, потому что, блин, бракийцы пошли. Т.е. я что-то переоценил свои силы и недооценил скорость замедления в пустыне совсем не как-то. Ну, конечно, троеюнь тут портак на своей территории это то и шел. Без шуток. Минус Рима, что у него самая новая семья воюзная. Ну, как собственно, тени угреться еще хуже. А, нет, не замерились. Я просто вначале написал две минуты таймер, а потом хоп, и шесть минут. Так, давайте, наверное, сколько нам там осталось до монастыря? Ну, надо уже иудейских посреди, чтобы монастыри строить. Звучит музыка. Колосс следующим ходом будет надо стоим здесь пока даже повысить я думаю можно 10 приказов а мусе и он уже кто-то построил верно я но если нету в списке туда там только легендарки остались на что я чего боялся не хотел на рим идти в бою там скрипты тирания или этот construction почитай что не дает и сравнивала всегда же есть мета так успешно распространение влияния и все равно минус 180 построили колосс вот трындец пока я по проживаю все эти события там уже успевают убежать лишь вроде не поверх окна о плыву Подписали. От дороги провести. Продолжение следует. В другую сторону было этой беремой плыть. Это способность только хетов. Рубить деревья любыми юнитами. И она, кстати, очень крутая. То есть мы, в принципе, можем без лесопилок обходиться. Ну, это уже середина игры, а приказов как не было, так и особо и нету. Это человек с десятью городами жалуется? Да блин, у меня всего 17 приказов на 10 городов. Вообще-то капец. А без минуса сколько? Ну, там дается минус на строительство, ты еще можешь там... А, ну да, у меня минус 10 на строительство и улучшение. Плюс у меня маленькая легитимность, судя по всему. Двадцать шесть. Давайте будем честными. Двадцать шесть много? Ну, это уже лучше, чем, сколько он сказал, шестнадцать. Двадцать у меня. Как-то в итоге у тебя двадцать шесть. То есть я, ну, каждый строитель, когда он что-то строит, например, он потребляет приказ во время строительства. Надо понимать. Что там? Когда ты место под город держишь, тоже потребляешь... Убираешь приказ. Давайте прием при дворе устроим. Еще немножко соцкапитала соберем. Ну, в принципе, я... Простарим, ты же видишь, что я абсолютно все клетки на своей территории обработал. Я буду думать над тем, чтобы на перса напасть. А как у тебя все... Сколько у тебя рабочих? Проблема не в рабочих. Проблема в трех городах. Да, у Вавилона всего три города. Надо выходить в юниты и врываться. Вот он это и сделал в Рим. Красавчик. Вообще, это странно, что с такой громадной карты Вавилона хватило места только на три города. Нет, действительно странно. Просто вот с греком тут... Оказалось, максимально поселили, но... Ну, у нас в столице в расстоянии десяти клеток. Ну, не десяти, но где-то приблизительно. Эти любезны, пускай быстрее растет город. Есть гарнизон. Ой, есть даже кандидаты. Так, какие вообще реально чудеса остались? Только легендарные. Так, какие вообще реально чудеса остались? Субтитры сделал DimaTorzok Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! За легитимность всего лишь за две, кажется. Всего две легитимности и десять ходов. Круто! Так, монастыри мы открыли. Составной луг. Давайте подъемные ворота, там главу шпионов можно и начнем тогда агентурные сети ставить. Философия пускай изучает. Так, нам нужны старшие специалисты. Давайте здесь добьем до старшего специалиста. Тут домик можно, да? Так, да? даже если он успел построить лесопилку на самом деле в том случае реально помогает тебе приказы на проблему в том что получается упор бишь топорщик максимально третьего уровня с этим статикой вот уже есть генерал арим это ты этот город афракийцев захватил ты чё тут шаришься ну да он мыши ты уже обсуждают это перс я готов интересно у нас манихейства основана ну поможем расти нас иудаизмом нормальное отношение ухетов религия но я в нее переходить не буду так красноречный главное чтобы она у тебя там типа не распространялась почему я распространю а потом приму терпимость красноречие возьмем а как стены работают и не должен быть в границах или именно в центре города в границах монастырь рядом с плантациями надо строить монастыри и и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 Нельзя так обращаться с верными подданными Так, последователь иудаизма завершен Давайте форум и архив Субтитры делал DimaTorzok Если юнит окружен зонами контроля, он не может выйти? Ну, конечно Ну, просто я думал, этот дебаф снимает свой юнит, у меня юнит окружен с трех сторон, моими юнитами, с трех сторон чужими, и он не может двигаться. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В самом деле, мы с тобой сейчас Лайон реально убиваем в самом будущем. Так отдай город. У меня некуда тратить 20 приказов в ход. Нет, суши. Когда деревню ставил, вот видишь мою столицу. Отсчитываешь четыре клетки и ставишь деревню для расширения территории. Ты думал, что я такой, воу, супер с тремя городами. Я думаю, что я больше, я с тобой воюю и стал ничего. Прямо суши. Угу. Не, я не думаю, Лайон, а как ты так дольше всех ходишь-то? Ну, у нас царица тяжело больная. Да, можно немножко с иудаизмом попортить. Отношения. Не, ну, блин, как ты успеваешь ходить вообще? Не по приказам даже, а просто, вот. Все успел пододвинуть, все сделать. Так, в следующем ходе у нас мастер-шпион появится. И мы сможем агентурные сети, наконец-то, запихивать к соперникам. А можно как-то снести здание, ничего на его месте не строя, а просто, типа, убрать его как? Да, по-моему, там у рабочего есть, типа, снести. Моему контрол крик. Это если заменить. Контрол, это заменить, да. Это если заменить. Ну, реально нет, но я не нашел. А какое себе здание надо снести? Да я застак неправильно сделал. Че себе застак? Ты по ромашке? Да. Цивов что-то вспомнил. Решил застакать райончик. А че там с этими... С домиками, с гамлетами? Одион плюс вязки. Не, я эти военные. Типа этот, гарнизон, крепость плюс две казармы. Да-да. Там можно такой же сделать, как и с стадионами. Да, но с стадионом тоже. Ну да, вот типа аналогично, только военные. Типа наводишь, а там будет написано. А знание ученые, да, вот это значит он. Следующим ходом умирает. Так, а кто у меня следующий будет? Принцесса мудрая. Ну, неплохо. Неплохо, в принципе. Вот это интересный. О! Качечку забирают, да? Да нет, наверное. А может и да. Так, у меня у старших специалистов тяжеловато будет. На самом деле. Очень неудачно я отвел юниты оттуда под восстание. Опять? Что-то все неудачно отводят юниты. А там же дают счастье, зачем отводить? Хотя бы просто рабочего апплотив этого. Приплыли юнит из воды, и еще в город захотел вернуться. Добавить мрамор, скот или лошадей. Мне почему-то хочется мрамор. Набожный. Так, ученого, министра. Давайте. Давайте ученого. Слушай, хет и перс вас не смущает, что там в Греции, которая первая пачка, видимо, юниты собирается забирать. Ну, сейчас забираем. Смущает. И что? Что я могу сделать? Я просто на противоположном конце. Я вижу, ну, примерно такого же противоположного, как и я, поэтому... Что? Ну, просто эти... Ну, примерно такого же противоположного, как и я. Ты очень как-то обращался, но и тебе, как-то, если... Не надеюсь, что он ни в какой-то не... ...всенцаем на лидеру. Второй. Сейчас умрет. Ладно, я следующим ходом скорее буду. Там надо решить, куда... ...отправлять. Скинурок реально уходите, стады, пастники, 2D режиме, чтобы не стрелить. Ходовка сейчас, да? Ага. Так, гранит и соцкапитал, топорщик и железо, дерево и... А, ну, я науку хочу. Так, бесплатный булавоносец. Да, иудаизм принимаем, конечно же. Политику. Все, уехал. Миримся. Других юнитов приведет. Я думаю, что... Я говорю о том... Я понял, да, что... ...то же герой не настроил, и нормально вижу, потому что... ...пока рано о чем-то говорить. Окей. Ну, что, в реку у меня уже пустыни, жмутся. Три юнита хороших идут. Одни юнити. Как у меня качество, видите? Других юнити. учете 10 городов мало и не понимать ну тебя второе чувак у меня 6 городов я играю первый рассчитал второе место чудесами это же посмотри это чудесами вот тут сделаем амфитеатр блин я второй ход в лусь не не успеваю начать строительство ну давайте цепной привод так где он там будет у нас ухо что далеко куда 10 30 ходов 30 приказов мне грек реально уступил город на то есть он там стоял подумал уже не брать а ты просто прям в столицу забрал но ты посчитаешь клетки особенность деревне считали насколько у тебя близко а деревне суши у тебя вниз вон место было ли деревень там право у тебя до хрена между деревьев все чуть-чуть и не сюда вон портами половина границы в этой игре оказывается нельзя с тремя городами не выполнять амбиции и чтобы муштром было но у тебя просто клепаешь юниты тебя в минус уходит без вариантов и нельзя законом принимать тремя городами здесь не играется царица больная все и там ушел и там ушел контур офенсив оперейшен щас офису сажу слона дня давайте суверенитет блин а куда там если нам надо цепной привод открыть то что нам надо открывать и и суверенитет и гражданство так как гражданство позволяет суды строить ладно давайте гражданство тогда начать я побежу нападению всех и так а и а а а и ой разматывает хитрый юный к зачем ты полез на него нападать съел был на меня полезно да он хочет забрать египет с его чудесами это практически победа чудеса пусть и у египта пять чудес по 2 очка то уже плюс 10 он забирает египет считай победил а мудрин есть я так не могу я могу перца конечно забирать но это не не даст мне столько очков как он блин чего так быстро все мрут 38 лет будет у меня наследник несовершеннолетний кстати ну блин я вот эту амбицию явно не выполню тогда слишком быстро умерла слишком быстро умерла вот законченное предложение слушайте а на территории чеку который с которым у тебя не можно и вот это я не знаю ой случайно пропустил ход вот этот юнит так есть предложение шпионом проникнуть в нацию в персию этому ну давайте кусара нам дары так посол верховный синод иудаизма ну а тут нечего делать потому что на следующем ходом умрет блин еще убил мое колесо как-то да печалька надеюсь этот будет долго править кто-то у тебя царят обе у меня ну мне после этих ходов пришло сообщение предыдущий пройденет ну вроде умерла была больная кто умерла а она мне казалось против парафта среди ходов за голову шучу взрослые так а так 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 и против Не ходь. Ну, счастье дает. Так, там монастырь строят. Я построил еще одного последователя иудаизма. Так, там монастырь строят. Сейчас строят тут крепость. Через шесть ходов и просто... Десятилетний мальчик в спецсаке. Да. Мы на него большие надежды возлагаем. А ему не предложили, типа, этот регенство? Нет. Нет, это не было. Так вот. Десятилетний мальчик в спецсаке. Здесь все выполнили пятую амбицию. Вот сомнений у меня, что я смогу эти выполнить. Прямо говорю. РП отжать ход можно только если купишь приказ, да? Наверное. Да. Ну, плюс два мудрость. Давайте плюс два мудрость. Я понимаю, что у худших отношений со всеми семьями, но, по-моему, круто. Все. Оратор. А что встать-то? Убил моего. Так, выследить разбойников. Я, я, пожалуй, не буду пока не брать амбиции. Убил, не убил, какая разница? Отстань. Ты теряешь больше, чем не наденут. Где он, что-то, где-то, 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 где-то. Даже уже не матч стронгар, уже просто стронгар. У меня в том городе тот же юнит есть, говорю, что восстание давил. Сейчас почему тут предлагают устроить. 118 приказов. Каждые два худые юнит покупают. Не приказов, а этих молотков. Выиграй часто, вон он сильных пацанов. Крылая КГшка. Я готов к ху... Еще, опять, что-то вело. Я с греком говорю. Да. Говорю, чтобы он уходил. На этом пока все. Продолжение смотрите завтра. А спонсоры канала могут его смотреть прямо сейчас. В плейлисте ссылка на него в описании и в прикрепленном комментарии. Спасибо за поддержку. Всем пока. Я Алексей Халецкий. Тот, кто сделал это видео. Лайк. Комментарий. Подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok